Всем привет дорогие друзья, с вами Аликсоник и я поиграю в игру под названием Брауз Тарс. И у нас сегодня продолжение апанья Тары. И если я... Но я должен апнуть Тару, я вам расскажу, как нужно апнуть персонажа на 25 ранг. Те ошибки чаще всего допускают и как их избежать. Хорошо, одну баночку мы зафармили, Дэрил, Эдгар, Эдгар сейчас как обезьяна прыгнет сюда, да? Ладно. Блин, если бы кто-то сейчас подошел, я бы уже отлетал давным-давно. Так вот, за мной смотрят один человек, я самый популярный человек на свете. Так, что у нас тут? Просто вот так вот делаем. Так. Я не буду тебя убивать, я не буду тебя убивать. Ладно? Если он не хочет, можно просто вот так вот набить, просто вот так вот набить. Ну зачем? Ну боже мой, ну что ж ты делаешь? Боже мой. Ну плюс один, хорошо, ладно, не слили. Но хуже уже не будет. Так, у нас продолжение 737 кубков. На хорошем числе я остановился, поднял вне записи, потому что я очень долго поднимал. Кубки все-таки же большие. Отнимаем у него банку. А, я умер. Не, забей, забей. Я знаю, если Эдгар побежит сюда. Да как? Так, всё, кусты я занял, кусты я занял, это очень даже хорошо. Давай посмотрим. Переиграл. Извините, ребята, уже на таких нервах, что это пипец для Тары, потому что никто не хочет, чтобы её кто-то набил, вот тут надо ещё вот так сделать, блин, фигню сделал, не подрассчитал силы, так, хорошо, очень, кстати, офигенно случилось, это? Ай, я на тебя ульта налью. Угу, вот так она захотела поиграть, да? Шашки, шахматы. Шелли Соло, да? Вот так она захотела поиграть, да? Ну, это дисс, это дисс, ребят, ну, извините, не могу так. Так. Хорошо. Всё, ребят, это для нас очередная победа, не очередная, конечно, я прослала 9 кубков, то есть я вышел, как начал запись снова, мне плюс 1 кубок получается мне дали. И из-за этого нам ещё очень далеко, очень далеко. Всё. Это апаньетары, мы должны её вот так вот прям, всё. Надо, надо, надо. Блин, не люблю вот в этих местах появляться, но самые уродливые места. Ну, что, кто их придумал? Я ещё промазал. Хорошо. Ладно. Я, кстати, может, сейчас отписаю? Нет. Мод, то есть, у просто делать нечего, он пришёл меня запугать, решил. Может, кто это? Затемись? Уйди. Давай, жмём, 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 шнеллю, жмём. Ну, и тебя тоже, не одно. Близко к банку подошёл. Знал, что мои. Знал, знал. Но, понимаете? Я всё расскажу в конце видео. Вот, что вам надо понимать. И смысл того, что он делает. Если я смогу... Ага, шнеллю, ёпта. А-а-а-а! Всё, понял. Понял. Всё, я понял. Я понял их намёки. Значит, один в два, да? Хорошо. Хорошо. Хорошо, не дадим их набить. Ого. Так, аптеку избили. Аптеку избили. Хорошо. Ну, тут для Моцкеса. Блин. Если бы я прожил раньше уль... Этот. Ульту было бы, мне кажется, всё по-другому. Всё. Осталось 4 кубка. 4, давайте. 4 кубка. Это надо 4 место занять. Всё, понял. Нет, пожалуйста. Уйди, Эдгар, пожалуйста. Всё, это моя банка. Всё. Эдгар... Эдгар из собаки. Хорошо. Нет, всё, 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 ребят, ребят, ребят. Это я уже... Потому что... Потратить все заряды... Не-не-не, близко нельзя подходить к этому дурочку. Тоже. Ничего, он вернётся к нам. Уйди, блядь, Шелина. Четвёртым. Я четвёртым умер. Четвёртым. Четвёртым умер. Пожалуйста. Да. 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 Двадцать пятый ранг. Хорошо. Первый двадцать пятый ранг на таре. Да мой, блядь. Да... Ну что, ребят. Как и обещал, я вам расскажу про несколько советов, как апнуть двадцать пятый ранг. Первый совет, это, конечно же, не выбирать таких героев, как Пайпер и различных слабых героев, не подходящих для ШД. Вы не сможете просто и хапнуть просто в ШД, потому что они не подходят для этого режима. И второе, это надо выбирать правильный режим для подходящего персонажа. И если, например, режим тот, который подходит, тоже присматривайтесь к карте. Если, например, Мортис, и вы играете на открытой карте, она не будет подходить для него. А вот как раз для Динамека может и подходить. Также надо выбирать метовых персов, а не каких-нибудь слабых. Вот, например, восемь бит. Он в ШД не такой метовый, как, например, Эль Прима. Такой же. Или Эдгар. Так же не стоит апать разом персонажа. Вот, например, вы просто нажимаете играть снова. Например, вот у вас 650 кубков, и вы просто не можете идти дальше. Вы просто отложите игру и отдохните хотя бы часик-два и начните играть снова. И вы заметите, как у вас будет идти игра. Также не надо при игре в ШД на высоких кубках, не надо себя выводить на эмоции. Они очень плохо влияют на игру. И из-за этого вы можете слить очень много кубков. Как, например, тильтовать или бомбить. Так же мой личный совет. Можно, в принципе, легко апать кубки ночью или утром. Не знаю почему, но мне всегда попадались гораздо легче шла игра. Попадались легшие соперники, которые вообще толком вообще играть не умели. И из-за этого я просто поднимала себе кубки. Еще, конечно, хочу подметить, что это один из ошибок почти всех шедешеров. Это жадность. Когда у вас мало хп, и вы хотите подобрать банку, но рядом с вами чилы, не старайтесь его как-то подобрать. Лучше отойдите от хилинца. В большинстве, 90% случаев, когда вы пойдете с лоу хп подбирать банку, когда рядом с вами противники, вы сразу же умираете. Дальше это, конечно же, поможет вам тимминг. И главное, уметь правильно тиммиться. Когда вот вы видите, что персонаж очень труслив, не хочет тиммиться, вот так через силу тиммиться, то лучше вообще не подходить к нему. Потому что видно, что человек не хочет тиммиться, и вас может закрыть в любой момент. Ну и последний совет. Прокачивайте свой аккаунт. Ведь когда у вас прокачан аккаунт, вы сможете гораздо легче апнуть какого-либо персонажа. Не то, что вот на какого-то персонажа с пятой силой. А легче, конечно же, апать с гаджетами и пассивкой. Ну и над этим видеоролик подошел к концу. Спасибо, что смотрели. С вами был Аликсоник. Всем удачи, всем пока.